Субтитры делал DimaTorzok 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 Хорошо О, вот видите он как боится Гнилого оказывается Хе-хе-хе Но только как он может Гнилому отсюда попасть? На восточной куче на самом краю в трубе есть проход под землю Там в пещере под экраном лежит кейс Под краном на восточной куче на самом краю в трубе есть проход под землю Если ты меня обманул, пеняй на себя Попасть тайник и обыскать его ну что ж теперь нам предстоит искать этот тайник на восточной куче восток у нас здесь получается то есть восточная куча это вот здесь у нас есть история сообщение вот она на самом краю в трубе есть проход пойдемте к этой восточной куче но наверно все же не может рельс преодолеть это не восточная куча там сидит вот она наша восточная куча на самом краю здесь как видите ничего нету надеюсь там у нас радиация не особо сильная хотя у нас есть есть пройдет радиационный артефакт еще рассмотрим на самом краю в трубе есть проход под землю там под краном на самом краю на самом краю вот тут же та труба нужна именно труба ничего интересного тут нету видите как все расставлено но никогда здесь особо с мусором не приходилось обыскивать на самом краю вот собственно это локация под названием тайник диггеров на котором я попал совершенно случайно я бегал собственно по этой восточной куче вот и обыскивал разные там трубы ну и меня перекинуло прям сразу на эту локацию даже ничего не успел подумать я вам конечно обязательно потом покажу вот ну дело в том что я сюда уже попал второй раз я уже и успел выбраться из нее вот так что вот так вот я здесь немного побегал у нас вот есть такое задание в этом тайнике тоже пусто жерде наврал или нет вот что это означает я не знаю нам чуть-чуть немного вверх туда пробраться это уже мы это как бы появляемся на свалке то есть вот сейчас я прям в реальном времени все это вам покажу я просто хочу убедиться здесь у нас задание те вернуться к жердяям но точно ли там здесь ничего у нас не имеется ну вроде бы так и есть я просто не хочу выбираться отсюда так быстро да вроде бы здесь у нас тут ничего нет вот собственно этот кран под краном у нас ничего нет вот видите прям все в реальном времени попадаем около котором он попался тот тайник диггеров вот, вот сюда мы подходим вот к этой трубе, я не буду подходить а то меня опять туда перекинет вот она труба в принципе, я думаю, вы поняли, вот с этой стороны что тут еще вам показать вот где я нахожусь сам на карте вот, и нам нужно вернуться к жерде наврал он или нет, но там мы с вами ничего не обнаружили конечно, я вполне мог не забетить для меня это нормально ну, что ж встретимся давайте у жердя посмотрим, что нам на это скажет жердя ну сбрасьте, пошли, гнилой ждет стой, я же тебе все сказал, там нет ничего где кейс? как? как им кверху? стой, подожди, про это место еще диггеры знают, это их, Таник, может они нашли твое счастье, если это так поговорить с Фишером ясно мы все продолжаем бегать за этим кейсом вот, и жердя сказал, что Таник диггеров может это и кто-то взял, вот и кто-то из них, короче вы поняли вот, и теперь мы опять бежим туда-сюда мотаемся, короче ну, все ради этого кейса я думаю, опять все не так просто будет диггеры опять скажут, типа так и так, вот там нам за этот кейс нужно то-то, то-то или вообще у них его не окажется и опять-таки в непонятном чем короче, все очень-очень странно тем временем мы уже подбегаем обитали еще этих диггеров мы немного устали сразу вот так перепрыгнем что-то, здорово, Фишер а, нет, это топор ну-ка, ну-ка, Фишер где? а, помните, друзья, я говорил, что там какой-то перец сидит странный, что у нас с ним по-любому будет диалог так как он является квестным персонажем слушаю тебя что-то странный тип ладно, здорово, дело к тебе есть и тебе здорово, что за дело никто из твоих не находил кейс под краном в вашем тайнике откуда про него знаешь, хотя не важно, что за кейс обычный кейс, там вещь одна лежит за него и копейки не выручить, но лично для меня она очень важная из наших туда с утра хмурый ходил но пока он не возвращался может в лесок пошел, который восточный болот с химичками поищи его там найти и допросить хмурого так, я же говорил, что все не так будет вот тут вот где-то, наверное, или вот тут вот давайте посмотрим но зато это интересно то есть не просто так там давайте мы видим я тебе то, ты мне то нужно найти кого-то не просто такие целевые задания так оп, что? какие-то кейси давайте его посмотрим естественно в нем ничего нету так ну это, короче, не здесь да, я понял, я просто обыскал для профоры какого у нас там двенадцатого не было давайте двенадцатым сохранимся вот покажем тогда тоже в лесу за хими... вот тут тоже есть, кстати, химичка, так сказать вот, но там их гораздо больше здесь всего лишь одна лужица какая-то не очень заметна так здесь, как вы помните, мы нашли артефакт здесь у нас уже ничего нету кстати, здесь у нас есть собачки можно с ними постреляться просто просто я вам говорю то, что убойность она зашкаливала и зашкаливает то есть тут все очень-очень ярко видно вот давайте соберем эти хвостики я думаю, мы можем продать у нас хвост псевдопса так это у нас тоже не то место ну и, собственно, мы вот приближаемся к этому месту наверное, это вот где-то здесь вот в этом лесу так, вот у нас появился на миникарте один сталкер ты че здесь стоишь-то просто слышь, ты хмурый мурый дикер ты хмурый я... что такое? я от Фишера ты был в вашем тайнике? ну, был, кейс находил? находил где он? так его мужик какой-то у меня забрал что за мужик? как забрал? в плаще с бородкой лет где-то 50-60 сказал, что там яды какие-то что он их уничтожит а там правда яды? о, боже, дебил нет, и куда он пошел? откуда мне знать? все с тобой ясно бывай поговорить с начальником ай типа неизвестно забрал у хмурого кейса единственное, что запомнил хмурый мужик лет 50-60 с бородой в плаще не густо, но народ надо поспрашивать вдруг кто знает такого ну, опять нам спрашивают всех расспрашивают все дела ну, пойдемте надеюсь, этот начальник нам хоть чем-то подсобит слушай, все вопросы к главному вот тебе привет, ты не знаешь мужика лет 50-60 с бородой в плаще нет, такого не видел понятно, бывай теперь с топором будем так и бегать я уже представляю потом пойдем-нибудь к Борову еще хуже на кордон опять убежим такие здания я не очень люблю ну что, топор вот почему мы разговариваем сейчас с топором тогда разговаривали с Фишером насколько я понимаю Фишер все же у них главный а топор просто вот он задание дает топор ты не видел тут мужика лет 50-60 с бородой в плаще нет, не было тут таких о том спасибо я как и говорил сейчас мы отправляемся разговаривать с Боровым все это у нас происходит из-за этого дурака хмурого бля, вообще задолбали, а ну что, Боров слушай, Боров у тебя тут не было мужика лет 50-60 с бородой в плаще нет, не было так что кейс нашел в процессе говорит с Марсом следующий ой, глупости все это но просто мы каждому подходим и спрашиваем у тебя не было такого у тебя не было такого ну все это не то что ну я не знаю даже как вам все это объяснить и это одновременно и надоедает и одновременно интересно что будет когда мы найдем этого мужика просто эти задания нужно было сделать немного по-другому не обязательно было сделать дело так чтобы прям ко всем нужно будет бегать спрашивать ну опять это беготня и задание у него кстати повторяется у нас же ведь уже было такое мы уже искали наемников спрашивали а где было тут наемников не было таким вот образом ну все это немного прямолинейно и странно хотя в принципе мод довольно интересный тут особо по этому поводу я не могу я жаловаться прям так уж сильно на эту модификацию тем более что она первая для автора тем временем мы приближаемся уже к Марсу к сталкерам к блокпосту приемнику привет брат здорово что Марс Марс ты не видел мужика лет 50-60 с бородой в плаще про бородой возраст не знаю но пару часов назад после восточной кучи мы ребята видели мужика в плаще возле восточной кучи куда он пошел не видели нет а он что-то натворил да нет нужно просто поговорить с ним поговорить с валерьяном ну так они его видели у восточной кучи может быть сбегать все-таки к восточной кучи ну ладно раз он сказал значит его там нет значит нам нужно поговорить с валерьяном ну что ж отправляемся тогда на кордон а представляете если это мужик это доктор это как в конец света 2 там тоже в конце доктор откуда ни возьмись появился в принципе под описание этот мужик подходит 50-60 лет с бородой в плаще прям вылитый доктор ну было бы интересно конечно но я желаю объяснений всего этого почему этот мужик и зачем ему кейс в принципе если кейс там он чем-то ценным там я не помню с ядами действительно что ли какими-то которые из этой лаборатории то украли там что-то важное тогда его действительно могли куда хочешь взять и себе присвоить но это должен быть знающий человек поэтому тут не все так просто прям варианты мужика лет 50-60 с бородой в плаще не знаешь может заходил к вам на базу нет не было такого понятного говорит скотом марс ведь видел кого-то ну давно мы кстати у полковника не были единственное что марс что марс нам сказал но сказал все как-то размытый ничего нам это толку не дало ну хоть что-то а то есть остальные просто нет нет привет не видел мужика бла-бла-бла нет не видал такого извиня ясно я пойду дальше народ расспрашивать теперь уже с гнилым наконец-то метка гнилого появилась там где там где надо она эта метка давайте кстати поедим а то мы помним в прошлой серии метка гнилого постоянно пристала сейчас тут нет такого но типа привет вот так интересно что он нам скажет очень интересно сейчас скажет типа не не все короче не видел мужика нет такой фророк нам не захажет ясно поговорить с уколом забегая ну отправляемся теперь в деревню новичков следующий претендент квестовый вопрос так сказать ух ты у тебя тут кстати энергетика я ведь деревню новичков то не обыскивал волк мне нужно поговорить с мужиком таким таком то лет пятидесяти в бородой сплощи так так а ты его знаешь да это болотный доктор лечит всех от людей мутантов в любое время с любым ранением подойдешь к нему на ноги сто процентов поставить только безнадежно больных вылечил столько а столько безнадежно больных вылечил где я могу его найти на верхних болотах но это очень далеко отсюда тебе нужен будет опытный проводник его недавно видели на свалке тогда он в подземельях игропрома как туда попасть с игропрома но сейчас туда не попадешь надо искать другой путь сходи к сидричу он тебе поможет спасибо тебе волк я вам говорил что это доктор болотный тогда он в подземельях игропрома ну ясно они же наверно там все таки со стрелком были знакомы может быть он где то там в тайниках рыщит есть что здоров сидрич мне нужно подземельях игропрома попасть волк сказал что ты мне можешь помочь могу но не за так у меня нет времени как найду кейс приду отработаю ладно переход на игропром закрыт на подземку можно попасть и со свалки спаси фишера он должен знать ой боже опять нам обратно бежать к фишеру то есть опять это беготня то есть сидрич волк сказал что сидрич знает а а сидрич там сказал да спроси у фишера он должен знать узнать у фишера где находится дорога на агропром в подземельях агропрома точнее ну что ж я думаю тогда отправимся в эти подземелья искать этого доктора в следующей серии а всем кому нравилось эта серия ставим лайки подписываемся на канал пишем положительные комментарии ну а с вами был арзо до встречи сталкеры